Александр Дмитриевич Куракин, 70 лет, священник храма в селе Пирачи Коломенского района. Расстрелян 14 октября 1937 года. Расстрелян в 1936 году. Расстрелян 20 июля 1945 года. Расстрелян 10 октября 1932 года. Проклятие их палачам в погонах. Каждый год 29 октября, накануне Дня политзаключенного, тысячи и тысячи людей приходят на Лубянку, чтобы вспомнить тех, кто был репрессирован в годы красного террора. Одни зачитывают незнакомые фамилии, другие – чужие, плюс имена родных и близких, также пострадавших от рук сталинских палачей. Пенсионерка Зинаида Волкова пришла к Соловецкому камню, чтобы почтить память своих родителей, которых она потеряла, когда была совсем маленькой. Мой отец Волков Платон Иванович находился 8 лет в ссылке, в том числе в Красноярском крае. В Красноярске или Венесейске он познакомился с мамой. Отец очень надеялся, что его ссылка подойдет к концу, но сложилось так, что ссылку продлили и их отправили с мамой в Семипалатинск. Вот в Семипалатинске в 35-м году я родилась. Имена и фамилии родителей Зинаиды Волковой зачитал, как это часто бывает у Соловецкого камня, совсем незнакомый ей человек, который пришел на Лубянку ближе к вечеру. Платов Иванович Волков, 38 лет, педагог-консультант по заочному обучению Центра Жен-Союза, расстрелян 1 октября 1936 года. И мать, Ревека Иудовна Розманова, 24 года, педагог художественных мастерских, расстреляна 19 апреля 1937 года. История Зинаиды Волковой, с одной стороны, типична. Одна из миллионов семей, пострадавших от репрессий 30-х годов. С другой стороны, имя ее отца связано с революционером Львом Троцким. Дело в том, что мой отец является зятем Льва Давыдовича Троцкого и был женат на Зинаиде. В 1928 году его отправили в ссылку, и 8 лет он находился в ссылке. В ссылке Красноярский край принесли сотрудники КГБ в 1990 году. Это Волков Платон Иванович, мой отец. Это мама Розманова Ревека. Это рубленный дом дедушки на берегу Енисея. Прямого родства с одним из основателей советского государства и Красной армии у Зинаиды нет. Однако внук Льва Троцкого, Всеволод Платонович Волков, ее сводный брат, проживает с большой семьей в Мексике. Ему 93 года. Сева – это сын отца и Зинаиды Бронштейн-Волковой. Это внук Троцкого, русское имя – Всеволод, но в Мексике он – Эстебан. Для Зинаиды Волковой Троцкий – историческая фигура, если не сказать трагическая. Жертва своих же методов расправы с врагами и оппонентами. С его внуком Всеволодом Зинаида так и не встретилась, а вот дочь сводного брата приезжала в Москву. Приезжали его родные, приезжала его дочь с семьей, с ними я виделась. Замечательная семья, очень теплая. Зинаиду, которая потеряла родители в годовалом возрасте, воспитывали мамины сестры. Только после смерти Сталина она узнала всю правду о своих родителях. В 1956 году, когда началась реабилитация, вот мне тетка старшая, сестра мамы, сказала, но предупредила меня, что я никогда не должна об этом нигде говорить. И, в общем, конечно, всю жизнь я прожила с этой болью. Волков Платон Иванович, мой отец, расстрелян в расстрельном доме на Лубянке в 1936 году. Розманова Ревека, моя мама, расстреляна в 1937 году в Красноярске. Акция «Возвращение имен» стартовала 29 октября 2007 года. Первые фамилии расстрельного списка 12 лет назад прочитал уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. Организаторы вахты памяти в Москве и других городах России – Международный правозащитный и просветительский центр «Мемориал». Мумин Шакиров, Радио. Свобода. Москва.